Всем привет! Это вторая часть про Орландо. Ох, слушай, мы забрызгали водой. В общем, у нас на улице все та же жара. Не стали мы все это вкладывать в одно видео, потому что слишком большие перерывы, иначе получились бы между видосиками. Да, и мне уже пора было писать отчет по модельке по этой. Кстати, в этом видео внизу найдете ссылочку на письменный обзор этой модели. Может, кому интересно, почитаете. Значит, что мы сделали за это время? Мы заменили мотор, оказывается, в том видео, я немножечко ошибся, чуть-чуть. Здесь стоял моторчик на полторы тысячи оборотов. Даже не на тысячу, а на полторы, поэтому не ехала она вообще никуда. Сейчас мы поставили мотор на 500 оборотов, а вот в этой тачке стоит моторчик на 300 оборотов. Я так думаю, что в этот грузовичок нужно поставить тоже мотор на 300 оборотов. Но у нас его пока нет. Давайте багги тоже включим. Она нам нужна для тестов, опять же. Конечно, трасса такая импровизированная, можно немножко подснять. Я бы даже сказал, сделанная за 2 минуты лопатой. Вот. Но я делаю большие ставки вот на эту грязь. Вот на это. Вот у нас здесь поливайка. Короче, если что, мы грязь себе сделаем. Будет у нас сегодня 32-й масштаб по грязи кататься. Кататься точнее. Все, поехали. Заезжаем на горку. Заводим. Блин, в динамик, конечно, надо будет погромче, да? Ладно. Вот, слушай, ну поехала тачка, поехала. 500 оборотов уже лучше. Так, давай, давай, давай. Вот, даже колеса буксуют, смотрите. Нормально, нормально, слушай. А вот здесь вот что-то... А, не, нормалек, нормалек, нормалек. Давай, давай, давай. Не, ребят, не, все-таки 500 оборотов тоже мало. Не хватает. Вот мощности вот сейчас не хватает. Приходится газовать. Подгазовывать, точнее, приходится. То есть, сбрасывать газ и газовать заново, чтобы... Вот здесь вот опять мощности не хватает. Значит, надо ставить моторчик на 300 оборотов. Все же. Тесты, тесты. Все, как вы любите. Блин, слушай, не хватает мощности. Значит, в грязь мы на этой тачке не поедем. Опять фейл. Да, что ж такое. Ну-ка, а если мы баги сюда сейчас притащим? Значит, баги с 300 оборотистым мотором. Смотрим. Все же модели Орландо для нас еще не знакомы. И мы сейчас прям на видео познаем вот эти технические моменты. Да, как мы видим, ребят, 300 оборотов моторчик. И буксует, и заезжает. Ну, конечно, вес модели, да? Вес, то есть баги, наверное, раза в два легче, чем этот грузовик. Это тоже стоит учитывать. И, как мы видим, без проблем мы заезжаем. Слушай, я залив. Все, все, заехали. Отлично. Так, смотрим, что нам скажет грузовичок. Опять же, заводим его. Сейчас дадим назад. Получается, слишком крутой подъем для него. А если с разгона, у нас с разгона, не, нефига, мы закапываемся. Блин, ну да, весит он поболее. Весит он прилично так, раза в два. Надо взвесить их на весах. Кстати, в конце видео сейчас, ребят, замеры сделаем. Так, давай, 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 едь. Блин, вот если бы мотор крутил бы дальше сейчас, вот если бы момента крутящего хватало, мы бы заехали сто пудов, наверное. Ага, смотри, как грузовик зато. Как грузовик там красивый лег. Блин, что ж такое? Единственное, знаете, что я думаю попробовать? Я думаю попробовать использовать читер, о, читерство одно. Чит-код, как... В GTA играли, в GTA, ребят, да? В детстве. Ну вот так сейчас делаем. Вот так вот, чит-код называется. Так. Заводим тачку. Поехали. О, без проблем. Заехали. Все, чит-код сработал. Так, ребят, хочу грязь. Хочу грязь, и хочу эту грязь сделать, наверное, прямо здесь. Крутой стульс такой. Также я хотел бы, чтобы этот дождь пошел прямо сейчас, по-настоящему. Размоем все. Надеюсь, там слышно вообще. Спускаемся вниз с горки. Радиус поворота не хватило. По комнатам правильно, поехали. Не хватает ему мощности. Не хватает. Так, колес какие. Еще и резина слетела. Надо приклеить колеса на... Хотел сказать на 4 капли. Да нет, тут надо полностью приклеивать. Так, пока грязь не высохла, заводим Орландо. Поехали в грязь. О, да. Мелкий масштаб в грязи. Прикольно. Слушай, проехали. Я думаю, не хватит мощности ему. Сдаем назад. Уперлись. Грязи мест на маленькой тачке. Поехали, 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 поехали. Ну, пока тапку в пол держишь. В принципе, модель едет. На полном ходу заин взлетаем. И вот здесь вот нам не хватает... Все нам не хватает. Нам не хватает мощности и зацепа. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. О, вот мощности не хватило. Эх, моторчик опять подводит нас. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Заехали, отлично. Все, ништяк. Ну и баги до кучи. Давайте протестируем уже. Раз уж у нас такое видео про грузовик получается. Вот так, и поехали. Во, слушай, прикольно. Блин, ну не так грязь для нее, конечно. Модель слишком легкая. Она просто сверху проехала, даже не закопалась. Надо более такую, более жидкую кашу делать. Да, вообще, глянь, она просто сверху проехала. Баги прикольные. О, слушай, прикольно. Так, ну-ка, грузовик, интересно. Поехали. Так, тихо. Вот так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, мотор. Не, блин, надо сейчас моторчик другой оставить. Вот здесь вообще повисли на шишками на этой. Блин, ребят, в общем, однозначно нужно мотор другой. Я надеялся, что с моторчиком на 500 оборотов все же модель будет хоть более-менее себя чувствовать нормально. Но нет, нет, надо 300 оборотов. Может быть, вообще даже 200, я сейчас думаю, надо попробовать, потестировать. Давайте, знаете, что, сейчас я вам покажу, насколько вот разница в скорости у моделей. Значит, поставил обе тачки. Сейчас на двух сразу дам газ в пол, для того, чтобы показать вам, какая разница у них по скорости. Раз, два, три. То есть, сами все видите. Насколько грузовик быстрее. Соответственно, момента крутящего у него меньше. Прокатимся немного еще по камням. Посмотрим на работу подвески. Подвеска работает. Я думаю, что вы увидите все сами. Довольно неплохо работает. Итого, что мы имеем сегодня с покатухи. Мы имеем то, что мы немножечко поджарились на солнце. В общем, ждем мотор. Еще раз разбираем, переустанавливаем. Выходим, делаем тесты. Надеюсь, с третьего раза, я уже сказал, видео там все получится и все будет нормально. По баге, в принципе, если по баге, что сказать по баге. С баге все ништяк. Крестовины наши металлические работают. Карданы больше не ломаются. Мотор сюда другой какой-либо я ставить не хочу. Единственное, что я хочу себе в такую вторую баге еще, вторую. И сделать ее на дифах. Здесь у нас блоки. А в эти мосты еще продаются дифференциалы. Я об этом говорил в обзоре на эту модельку. Хочу вторую такую машинку собрать на разблокированных дифференциалах. И вот туда поставить моторчик уже оборотистый. Чтобы сделать такую быструю тачку. Быструю баги попробовать. Может быть, может быть, даже БК-мотор поставлю. Я видел такие маленькие моторчики, есть БК-шные. По грузовику ждем мотор. По ходовке все в порядке. Карданы пока что живут. Но, опять же, как только мы поставим сюда более мощный мотор, возможно, как раз-таки крестовины и сорвет где-нибудь, где будем буксовать. Подвеска рабочая. Модель интересная. Зеркала, как видите, лучше снять. Будем вообще без них ездить, потому что это какой-то, ну, ну, жуть какая-то, короче. Они отваливаются постоянно. И также подножки мы тоже сняли, потому что подножки тоже отваливаются. Это такое дело. Чересчур копийная, хрупкая. Если модель на улице эксплуатировать, да и даже дома, если катать ее по препятствиям, то, скорее всего, подножки и зеркала у вас отвалятся. Как и обещали в конце видео, взвесим модели. У нас, когда мы ехали с покатухи, произошло ЧП. Значит, на баге сдулся аккумулятор, сработала защита. Он сделал так, пшшшш, и завоняло, короче. Аккуму вытащили. Я это говорю к тому, что вес модели будет немного меньше. И составляет он 74 грамма. Ну, с аккумулятором, я думаю, что было бы где-то, наверное, максимум грамм 100. То есть, 100 грамм весит баги, получается. Кстати, аккумулятор заказали новую сюда. Вот такая. И, знаете, ребята, я думаю, из-за чего это случилось? Из-за жары. У нас очень жарко. Модель, скорее всего, просто на солнышке постояла, и аккумулятор... Поэтому не храните эти полимеры на аккумуляторе, на солнце. И вес этой машинки у нас 230 грамм. В общем, в два... Грубо говоря, в два с половиной раза. Да, правильно, в два с половиной. Да, в два с половиной раза грузовик тяжелее, чем баги. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Напишите, у кого, может быть, уже есть такая модель Орландо. Я имею в виду, что уже собрал. Ну, а я жду такую же тачку 6х6. Надеюсь, что в ближайшее время производители этих моделей сделают такую колесную базу у себя. Ждем мотор. Ставим сюда другой мотор. И с третьего раза уже точно все получится. Все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok